всем привет сегодня мы решили показать как мы будем менять внутренности нашей клетки наконец-то мы до этого дошли мы на самом деле очень ленивые или я ленивый я не знаю нам уже давным-давно предлагали это сделать не думайте что мы назло всем наперекор делаем все по-своему это не так совсем не очень часто кстати мы мы прислушиваемся если если советы действительно дельные адекватные полезные да то чего бы нет и подходит в нашей ситуации потому что вы много часто говорите то что вам помогает никто не спорит что не всегда просто нашей ситуации это применимо там или нам что-то может быть не нравится долго мы не могли решиться на этот вариант я не сказал там сделать в полке из вагонки пластика вот мы уже попробовали вчера так на скорую руку терпляп опять это было очень поздно и сегодня хоть и тоже уже где-то пол одиннадцатого мы только сейчас приступили к этому процессу все просто не ходит не доходит куча других дел дел важных и седали в итоге не остается время что вот эти два раздваивается раздваивается два рыжих у нас все занимают много времени внимание на себя ну и частные в курсе короче но и другие разные не будем борются за поим в общем просто еще хотел сказать что есть свои плюсы в этой все-таки пластиковые вагонки до пластики но я больше склонялся всегда к дереву вообще в идеале я считал решетки решетки там многие тоже говорят это плохо есть тоже плюсы и минусы в идеале конечно дерево если бы одно но если бы они на него не писали постоянно а так оно без остановки мы уже на нем потом да когда разберем достанем все полки потом позже покажем в каком они состоянии просто находится ужасно при том что клетка полгода я их мыла уже много раз мыла и последний раз их мыла две недели назад и они были все это время в ткани но ткань я меняла где-то каждые дней 5 выбрасывала дерево чем классно это то что ну это натуральный материал там фанера ну и сбил уже не натуральный материал понятно но тоже экологичный он более меня впитывает если они уже даже срут на него то он впитывает по крайней мере ну во вторых им удобнее цепляться за дерево они не проваливаются лапками как в решетке да снимай дерево а ты пику снимаешь тихо тихо ты не пугайся он пугается малыш ты его резко взял глушман просто уже посмотри видишь пазли а ты шо не показывай ему то ведь еще он не хочет никого видеть дружком он воспринимает только собак посадим пока на диван чтобы не наступить так о чем значит преимущество дерево очевидные короче скольжение в отличие от вагонки да и впитывает себя дерево но она впитывает впитывает а потом перестает это делать и начинает вонять как бы вы его не мыли она со временем да ну наверное на нем будет в зимнее время и мы теплее на дереве комфортнее да спать они на нем спят периодически да постоянно почему-то почему-то гамак не устраивает им нравится на полочках спать вот не знаю как на пластике но вот мы вчера прицепили эту полку она им сразу не понравилось почему-то они почему-то его ее очень опасались и сейчас не сильно стремятся на нее залезть я ее сегодня вытирала уже все от мочи это значит что они там лазят и я видела как финика на ней спал плохо что если они будут писать на нее они будут на него писать то тут же они будут своими хвостами лапами все это расплескивать и успевать за ними постоянно никто понятно не будет бегать а каждый терять да это этим заниматься не каждый сможет так что преимущество только что можно в принципе удобно вытереть с пластика быстро можно и она не будет и он не будет вонять не будет заваниваться так как это деревянные полочки делали ну и также планирую застелить их все-таки тканью чтобы было более комфортно на них и спать и ссать ну опять же ткань на них будет скорее всего плохо держаться ну на биндерах все на биндерах надо больше купить еще на деревянных даже просто если положишь тряпочку то она не будет по ней скользить она будет лежать держаться тем не менее тряпочка держалась на пяти биндерах на одной полке потому что она не лежала там и двух минут ну ясно они ее просто стаскивают а так они просто она будет просто съезжать сама по себе он один раз по ней пройдется прыгнет с полки на полку и она улет слетает ну посмотрим если что есть вариант запасной это решетка продается на рынке строительная решетка где-то там по-моему полтора сантиметра на сантиметр у нее деление она оцинкованная я думаю что закрепить ее труда не составить порезать тоже ножницами по металлу очень удобно ну и с фабонкой тоже преимущество то что удобно работать деревянные полки если вы работаете с толером там или на какой-то фабрике мебельный у вас каждый день есть возможность менять полки то можно с дерева до менять постоянно их новые будет хорошо просто из-за четырех крыс за три месяца полки пришли уже в негодность то есть три месяца и все это предел вот на рынке мы оказывается это очень удобно пили вот такие вот такие вот допуске вагон но еще плюс кусок это был один кусок колонки это были остатки очень удобно выгодно потому что этот остаток три метра нам обошелся 50 гривен можете посчитать я как лыжник после финиша на цветочной церемонии какие-то сноуборд доски для сноуборда короче это был остаток как раз и у него даже не за пол цены меньше отдал вообще-то за четверть цены листа почти новый даже еще дешевле режется она удобно быстро вырезаются так что давай скажем людям которые вдруг боятся что не найдут остатки такой лист стоит целый 6 метров да он идет 6 метров 220 гривен 3 метра то есть пол листа нам обошлись в 50 гривен до чтобы нам порезать я с собой прям даже взял там на месте этот кусок пополам ножик взял рулетку и вот такой вот что вам понадобится если вы идете за вагонкой чтобы не ждать пока вам это кто-то сделает или не просить можно сами сделать с канцелярским ножом сейчас мы потренируемся сделаем пару полок а потом я покажу как это все было у нас люди простые у него не было инструментов они были на складе они в магазине и он был очень удивлен когда оказалось что у кости все есть в обычном строительном на строительном рынке можно эту вагонку везде достать да а вот тебе не надо у тебя есть решетки решетки на самом деле это самый удобный вариант и никогда никогда крыса в решетке не выворачивает лапы может старенькую старенькая вероятно да в районе после полтора года вероятность есть но молодые крысы никогда это нереально как это делается берем этот кусок примет кусок можно я как бы давай давай напугать может они уже не боятся они уже ничего не боятся пока я тут делал полки они уже не боятся вертолет страшный не птица летит они закалились вот и такое офигевшее лицо делаешь что вообще не бесстрашный котенок значит мы берем оставшийся кусок вагонки это я нашел кусок фанеры чтобы просто подложить не порезать линолеум нужно померить внутренний размер и чтобы у нас вышло чуть чуть больше того что у нас получается так как у нас есть старый я уже примерно могу как бы я знаю не прогадаю где-то на 5 миллиметров больше чем нужно намечаю нужную длину просто хотел показать что это делается очень быстро так можно по нему можно какую-то просто палку ровную приложить даже тут же кусок вагонки с ровным краем да и по нему просто берем режем может быть в принципе достаточно одного раза можно доверенности провести канцелярский нож обычный с лезвиями сменными переламываем в эту сторону и резко в обратную вот все тонкости все тонкости да то есть в этом плане вагонка конечно получает большой плюс в том как быстро и вот это шуршание самое страшное все попрятались ну не надо достаточно блестящего змея самый страшный вот этот кусочек нужно обрезать сразу очень обрезается примерно ставим как она у нас будет чтобы посмотреть где у нас проходит вертикально ну в данном случае у нас вот здесь одна проходит у кого-то может по-другому быть поэтому нам нужно только на наметить одну ячейку в которой нужно сделать прорезь лучше это сделать рулеткой как говорится 7 раз отмерь один раз отрежь седьмой раз приложим проверим убедимся что это нужно длина да все правильно делаем просто вот такой тоже очень удобно на вагонке то на дереве нужно пропилы делать целое дело здесь просто этим же ножом такой вот легкий неглубокий миллиметров пять надрез можно больше и шириной тоже миллиметр три-четыре провязали чем-нибудь у вас под рукой осталось демокарандаш просто можно даже знаю сразу загнуть их достаточно их просто вот так вот туда чтобы дальние у нас в нише стоит клетка чтобы не делать никаких оттуда креплений она просто ляжет на параллельные решетки мы с одной стороны запихиваем с другой стороны крепим всякими приспособлениями залазит а здесь она уже ее можем чуть-чуть в распорку немножко я с запасом сильно дал ну хорошо угол решается закругленная чуть-чуть ну хорошо уговорил обрежем угол не уговаривал тебя нужно обрежать углы внутри избежать ненужных проблем все отлично у нас теперь она залазит и поднимаем на нужную высоту для того мы выгуливали крыс полтора часа все делается быстро и просто где-то здесь она становится потом что мы делаем есть несколько вариантов как закрепить совершенно случайно у меня остались вот такие вот дюбеля пачка со строительных работ у нас очень много случайно вещей очень подходит да очень случайно много подходящих друг под друга вещей вот мы их прям вот так вот в распорочку сейчас запихиваем это у нас как фиксаторы будут чтобы она не болталась но она все равно будет чуть-чуть ерзает да поэтому нужно еще один биндер да биндер можно вот так вот его зафиксировать на биндерах вообще она вот видите она это вот мне не нравится тут немножко не то здесь можно поставить два биндера будет надежнее ну в принципе они будут прыгать и достаточно устойчив здесь тоже можно еще один хватает пока еще должно хватить где-то вот так вот у нас да становится угадал можно вот так вот тут уже с дюбелем с саморезом да кто должен кого учить еще да нет просто пора спать вот в чем дело ну типа так вот она без биндеров она вообще не очень с биндерами по центру да прям возле этой центральной палки и оно тогда вообще не будет двигаться конечно же ну вообще тогда намертво устойчиво здесь вообще получилось такое ну можно будет потом их разыграть уже завтра чтобы было как-то прикольно вообще ступеньки ступеньки это можно еще получше поднять по-моему очень прикольно а домик мы решили поставить все-таки на низ потому что финик например тряпочку спускал под полку и спал отдельно от всех внизу кто-то на полке кто-то в гамаке поэтому такое дело расходитесь куда хотите да вот что произошло с полкой USB сними поближе ну она начала просто прогнивать то есть красивая моча она вот этот даже супер клей который вечный казалось бы это же ну вы понимаете что это за материал из него полы делают стены из него делают даже короче моча его разъедает и эти щепки потом легко смола я говорю клей ну смола окей вот это его покрутило видно да да немножко она выгнутая ну да здесь вот аж трещины пошли потому что отсюда это лицевая сторона обосанная но она все затекала вот сюда и здесь вот что получилось доской нет наверно как это и умыла когда я умыла оно усилилось но все равно оно затекало туда вот все эти потеки если бы оно там было сухое я бы помыла высушила оно бы так все вот это вот оно воняет нереально но опять же я не очень уверен что это хорошая вообще идея но посмотрим потому что полочку которую мы прицепили вчера она уже была обосана и уже начало вонять например каждый день протирать это тоже не очень удобно я протру эту 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 ну это снимешь промоешь эту каким-то образом эту уже никак придется вот эти вот две верхние постоянно снимать чтобы их вытирать гамак надо тоже постирать уже они каким-то образом его снизу эй пациенты так ну вот что там Борька ну конечно ну наверно выходи выходи ах ты ж Борька нельзя не доходит не доходит хочу и буду для него нет наказания фенечка мальчик мой чайка мой а ты знаешь что мы с фенечкой сегодня сблизились пока ты делал полки я поняла что его можно почесывать и он не убегает на руки его брать не надо а почесывать его можно вот так вот сделал вот так вот фенечки у нас осталось еще одна лишняя полка запасная я боюсь только чтобы ну не будет ли оно ну вообще не должно они ровные чтоб сюда не затекала еще мотя ну в принципе просто промытья я такое ощущение что не буду с них скальзывать и падать ты что прыгнул я когтями не за что зацепиться и буду пристёхивать ткань и буду пристёхивать ткань хотя бы на некоторые в общем дальше будет видно на нашем примере может кто-то чему-то полезного для себя подчеркнуть не надо будет пробовать посмотрите понравится можно будет применить если нет мы скажем в чем минусы этого всего ну что запускаем крыс посмотрим что как они будут на это всё реагировать ну давай что они скажут последнее слово за вами пацаны тут ряпочка филик я положу вверх 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 он расправится самый бесстрашный это бжик с Борькой это друзья они пойдут да давайте сразу ой страшные пауки паука это лава пацаны нет молодцы и выходите пошли бжика не видно в темноте ой ой снимите меня это всё зло это зло так куда ты что ты пластик это зло пластик это зло да это токсично всё это не экологично тихо 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 ты ботан защитник природы опа паника паника пожар паника жить будем в домике теперь на дне клетки одно клетки это из пластика алло нет этот вжик нормально вжик и финик поскольку если вжик пошёл то значит всё нормально вжик всё переметит и следом за ним пойдут остальные все остальные будут так ну всё вот прошло 10 минут 15 вроде как они довольны по крайней мере не возмущаются забастовку не устроили голодовку тоже сточат вон зерна все 10 минут только один ёська только перепуганный со своим зрением не знаю можно ли по этим полкам лазить вот горька как всегда вовсю уже первый самый как они столько блин столько наполнителя на крышу дома занесли только что мыло с мылом там не было ну то есть там не осталось ничего вот только что они занесли весь этот наполнитель наверх а подожди это не наполнитель это наполнитель наполнитель ну с очистками семечек в перемешку а ты крут он лазит с этой полочки на эту сразу а ну давай иди сюда нет борька сюда давай прыгай не прыгай он лазит вот так теперь сюда час сорок гуляла крыса и все равно хрежет в прутье так что это просто привычка это не потому что они хотят гулять да не рассказывайте нам привлечь твое внимание не ну хотя этот парень хочет конечно наверное жить вообще вне клетки да тут не поспоришь смотри а они тут оцинковку загрызли тут же ничего не прикреплено было в этом месте да вроде ну да смотри смотри есть как боится ну ничего пройдет еще минут есть а может и меньше ну им так вроде бы удобно да везде они достают легко на любую пауку запрыгнуть ну правда сейчас еще увлечен едой зерночку берем все это зубы свои покажи зубы зубы он хочет быть лошадкой запрягите меня я лошадь вороная Финик ты чего не лазишь давай молодец ну все давайте на самый верх на самый верх забить забить челочку и в гамак удобно да вообще класс раньше такого не было зацени да перемены постоянно в жизни лайфхак ну молодым крысам нормально им даже нравится когда перемены а вот пожилые уже не особо это оценят ну да мне скажи каким пожилым созданием нравится перемены да никаким пожилым созданием не нравится еще довольны смотри как удобно Тут так лилёй, вообще так пумс, пумс, ступенечки. Рыба, трубку, как будто бы курит. Водопровод пьёт. Присосался к трубе водопроводной. Зато прутья будут всегда чистые. Полированные, натертые. Как нужно обшивать прутья? И ничего ты не сделаешь. Не будешь горчиться и курить. Что-то за мордой. Я думаю, хочу, чтобы он залез. Чисто. О, сейчас залезет. Да ладно, там он вжиг влез туда. Болька. Ты сможешь, давай. Иди сюда. Вот так. Молодец. И там опять, классно. Тут гонять можно. Как хочешь можешь. О, любезности пошли. Иди сюда. Иди сюда. Вот так. Ты представляешь тут сколько у тебя на самом деле пространства. Все прутья можно грызть. До всех достаёшь. Даже до самого верхнего. О. Здесь, казались, на домика. Он там был. Он ест. Ну, только пока с домика и в домик. На крышу дома и внутрь. Угу. Угу. Ну, ладно. Хотя бы и так. Неплохо. Куда он денется? Будет заставить следовать. Ой. Е-мое. Почему тут так интересно? Не знаю. Угу. Вам тоже так интересно, как нам? Угу. Ещё интереснее. Они же их реже видят. Ну, пока наслаждаемся результатами труда. Пытаемся понять, все ли в порядке Все ли мы так сделали Как надо Жиг с Борькой везде побываю Дело в том, что покажи, как собаки Ведут себя без 20 час Ночью Очень позднее видео Мы когда-то поздно не снимали Ой, я тут тоже хочу Я хочу прям к ней туда Спи, спи, зайка Спи Да, вот так спи Ты такая красивая Не будем мешать собаке Смотри, морда закрыта Хвостом машет Она знает, что она прикольная Да, она знает, что она прикольная И прикалывается постоянно Над нами Все, спи Николька И мы пойдем И мы пойдем Все, всем Пока-пока Спокойной ночи Кто куда Все, все в дом пошли Тоже спать Все, все в домах Все в домах И мы пойдем